Операция в одном. Надо создавать соответствующую систему. Она должна заработать. И проблема сейчас состоит вот в чем. Для действующей власти. Вот это я еще раз говорю и говорил. В любом конфликте есть внутренний и внешний фронт. Внешний фронт развивается по одним законам, внутренний по другим. И тесно они между собой связаны. И если начинают проигрывать на внешнем и внутреннем фронте, но выигрывают на внешнем, то страна проигрывает в целом. Так было в 17-м году. Сейчас я наблюдаю, особенно вот этот удар на Курском направлении, что на внутреннем фронте негативные события приобрели очень высокий потенциал. Вот это меня тревожит. Это означает, что я вас не перебивал. Максим, 4 минуты. И отсюда вытекает, что мы идем по пути революции снизу. Уверенно идем. Пока я вижу предпосылки к этому, если так скажем, мягко сформировал. Революция в России. В России революции не избежать. Без революции Россия не выживет. Путин, Владимир Владимирович, президент. Мы буквальную революцию поздравляем с матросами и штыками. Мы можем понимать революцию в смысле матросов и штыков. Это одна из маленьких частностей. Пожалуйста, в 16-м году в Соединенных Штатах Америки уже была революция. Приход Трампа. Была революция и в Венесуэлла. Приход Угачавеса. Это все революции. Революция – это первое серьезное изменение социального порядка, социального строя, социальных отношений. Вот что такое революция. Она может происходить плавно. У нас в истории России... Обратите наше внимание на предпосылки. Нет, я закончу. Так вот, революции у нас было. Ивана Грозного революция, Петра Первого революция. И мы знаем про революцию 17-го года. Мы плохо знаем про революцию 30-х годов, когда было свергнуто ни много ни мало глобалистское господство в России. Национально ориентированное социалистическое место. Поэтому она может иметь разную форму. Вот сейчас я смотрю, что наш президент начал революцию. Он начал ее революцию сверху. Это и Белоусов. Это и действия нашего премьера с масштабной, подчеркиваю, уже масштабной национализацией важнейших стратегических отраслей. Но успеют ли они по темпу? Потому что одновременно с этим надо решать задачу уничтожения, ликвидации этой самой пятой колонны. Причем надо это ухитриться, сделать так, чтобы это не приобрело какие-то трудноконтролируемые формы, как это было, например, в том же 1937 году. Поэтому задача очень сложная у президента. Пожелаю ему успеха. А вот если это не получится, а враг почему пошел на удар по Курску, хотя это шаг абсолютно самоубийственный для него, с точки зрения потерь личного состава и всего остального, потому что для него политический эффект намного важнее. Потому что этим шагом он серьезно активировал деструктивные процессы на внутреннем фронте. Это был удар по внутреннему фронту. Вот смысл этого Курского удара.